Килограмм докладываю. На сегодняшние деньги стоят полмиллиона рублей. 500 тысяч. Мы ее делаем? Мы ее еще не делаем. Ну, скажем так, делать-то я уже могу. Но только в небольших пока количествах. Значит, надеюсь, что уже с второго полугода начну делать нормально, потому что мы делаем. То есть мы, по крайней мере, процесс регистрации, что самое главное, потому что это тоже очень долго занимает. Не останавливаться ни в коем случае. Вот это просто есть лекарственная безопасность. Весь день в Новоуральске. С рабочим визитом наш город 6 февраля посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Основным поводом для приезда послужило открытие научно-внедренческого биомедицинского технопарка. Он станет центром импортозамещения фармацевтической продукции в Свердловской области. Главная задача Новоуральского технопарка – производство современных качественных лекарств. По тем масштабам и тому уровню развития уже производства рядом, это событие принимает уже страновой масштаб. Я действительно хочу поздравить руководство Медсинтус, всех резидентов, которые уже сегодня работают в технопарке. И реалии сегодняшнего времени говорят нам о том, что нам нужно больше заниматься импортозамещением, нам нужно больше развивать и лучше развивать свое производство. И самое главное – это уже не слова. Событие, которое в моей жизни имеет личную отметку. Мы сегодня на практике открываем то, что много лет мечталось. От молекулы, от идеи создать научно-исследовательский центр, создать технологические лаборатории, создать опытные пилотные участки, создать процессы масштабирования, собрать ученых, производственников, микробиологов, создать подразделения Уральской инженерной школы. Сегодня на практике мы видим здесь, как химики-технологи Уральской инженерной школы делают, ну не чудеса, но делают те лекарства, которые действительно помогают людям. И можно убедиться, что они их делают на мировых стандартах. Эти люди высокого профессионализма, им нужно сегодня действительно в ноги поклониться за то, что здесь сделано. Это большая команда единомышленников, которая выполнила поручения, и, Евгений Владимирович, я вам с гордостью докладываю. И ваше поручение, которое мы обсуждали несколько лет назад, на практике выполнено, здесь все работает. Это не таблички. Это концентрация интеллекта, концентрация профессионализма наших уральцев, уральской инженерной школы и нашей промышленности. Я уверен, что этот технопарк – это еще одна опора развития Урала. Как отметил глава региона, открытие этого уникального технопарка поможет решить важнейшие для региона задачи – создать новые высокопроизводительные рабочие места, увеличить доходы бюджета, повысить эффективность региональной экономики и качество жизни уральцев. Губернатор отметил, что биофармацевтическая и медицинская промышленность – это одна из точек роста региональной экономики. Работа по созданию и развитию биофармацевтического кластера ведется в Свердловской области давно и успешно. Для этого в регионе есть все необходимое – сильная научно-исследовательская база, действующие современные предприятия. Здесь хороший антивирусный центр. Группа ученых, мы сейчас с вами пойдем посмотрим, научно-исследовательский центр. Там приехал ректор Пятигорской фармакадемии, здесь работает ученый из Москвы, из Санкт-Петербурга. Сюда подтягивается ученые. Теперь я понимаю, что делал Берия Новогорода. Поэтому пойдем лучше посмотрим этот научно-исследовательский центр с вами. Территория технопарка составляет более 25 тысяч квадратных метров и включает в себя 9 зданий с коммуникациями. Почти половина площадей арендована различными профильными фирмами и производствами. За прошлый год резиденты реализовали продукции на 940 миллионов рублей. Сейчас на базе фармацевтического технопарка разрабатывается 15 новых антивирусных препаратов. Сейчас еще в данный момент порядка пяти веществ разрабатываются. Потенциально еще есть 15 веществ, которые можно разрабатывать. Вообще сразу это ресурсы как бы из них. Губернатор посетил цех по производству инфузионных растворов, мощность которого составляет 24 миллиона литров в год. Это позволяет обеспечить пятую часть от общей потребности страны в инфузионных растворах. Завод медсинтез холдинга Юнона преуспел в создании и производстве импортозамещающей продукции, в частности высококачественного российского инсулина. По словам Александра Петрова, еще шесть лет назад разработки велись по свиному инсулину. И в тот момент производство генноинженерного инсулина казалось только мечтой. Сегодня уральский препарат не уступает зарубежным аналогам. При этом намного дешевле их. В стоимости инсулин упал иностранный инсулин, потому что начали пускать наш инсулин. 1200 до 550 за упаковку рублей. Вот это реальная конкуренция? И они были вынуждены тоже снижать цены. Они до 800 рублей спустились, ниже не смогли. А переход на одноразовый шприц ручки, вы обратите внимание, что мы сегодня вам показали, уже ручки многоразовые, одноразовые. То, о чем пациенты шесть лет назад могли мечтать. Шесть лет назад, вспомните, свиной инсулин. Шесть лет назад все прошло. И то, что мы видим сегодня, один в один, то, что делается во всех самых цивилизованных странах. Мы дошли практически до последней точки. Мы вас через год примерно пригласим и покажем, может быть, из бактерии, как делается субстанция. Александр Петрович, отказаться полностью от иностранных субстанций, которые сегодня используются при изготовлении лекарств, мы когда-нибудь сможем? Безусловно, от всех нет. Но мы должны стремиться к обеспечению лекарственной безопасности. А вот иголочка закопана в яйце, там, где эта иголочка является субстанцией. Если тот, кто производит субстанции, тот и победил. Мы сегодня, к сожалению, зависимы во многом от иностранных поставщиков. Инсулин мы сейчас обезопасим. Инфузионные растворы мы обезопасили. И они произвели в 2014 году 20 тысяч тонн лекарств здесь. Вот думайте, лекарств 20 тысяч в тонн. И, кроме того, сейчас и триозавирин, естественно, своя, противовирусные препараты. То, что появился антибиотик пятого поколения, если вы обратили внимание, производство антибиотиков в России было уничтожено, мы его восстанавливаем. Производство микробиологии в России было уничтожено, восстанавливаем. Поэтому шаг за шагом ряд технологий будет восстановлен. Также завод «Медсинтез» ввел в эксплуатацию опытно-промышленное производство отечественного высокоэффективного противовирусного препарата триозавирин, который потенциально может обеспечить до 30% потребностей российского рынка. Сегодня первые результаты есть. Это, конечно же, инсулин, простинсулин. Это и триозавирин, это и диффузионные растворы, это и дополнительные производные разработки триозавирина, и дополнительные новые разработки других лекарств. А это новые места, это новое оборудование, это новые технологии. Я, конечно же, благодарен. Благодарен в первую очередь Александру, конечно же, в первую очередь всему коллективу завода «Медсинтез» за эту настоящую прозорливость и чувство ситуации. Евгений Куйвышев поблагодарил Александра Петрова, коллектив завода, а также руководство муниципалитета и всех, кто работал над созданием технопарка за вклад в развитие отечественной фармацевтической продукции и обеспечение лекарственной безопасности. Если говорить о перспективах, то сегодня порядка 400 рабочих мест, значит, специалисты и программы все сегодня могут обеспечить еще такой же рост примерно, еще 400 высококвалифицированных рабочих мест. А это действительно уникальное производство. Там цена рабочего места сегодня, создание рабочего места, это не менее 10 миллионов рублей. Поэтому это как бы вторая крепкая нога, которая сегодня в Новоуральске создается, это производство лекарств и медицинского оборудования. То, чего раньше в истории города не было, наряду с атомным производством. После технопарка глава региона посетил новый детский сад «Жемчужина», который открылся 1 сентября 2014 года. Отмечу, всего за прошлый год в Свердловской области построено и введено в эксплуатацию 44 дошкольных учреждения. Но Новоуральский детский сад «Жемчужина» для Свердловской области это не просто новый объект социального назначения. Это уникальное и суперсовременное дошкольное учреждение на 280 мест. Не перестаю удивляться тем инновационным решениям, которые наши коллеги здесь реализуют. То, что с нашей стороны мы, также открывая здесь площадку по робототехнике для дошкольного возраста, поддерживаем со своей стороны, чтобы дети приучались к техническому творчеству, развивали свои способности в плане технического творчества. Но и организационно сделано очень много дошкольным учреждениям. Это создание такого образовательного центра из девяти дошкольных образовательных организаций объединить в одно с целью единства реализации образовательных программ, с целью обеспечения гарантий на дошкольное образование. И поэтому, конечно же, за буквально четыре с половиной месяца сделано очень многое. Дошкольное образовательное учреждение реализует в полном объеме свои функции. И те задачи, которые они перед собой ставят, коллеги наши, вместе с родителями, они выполняются. Я этому рад. В здании, построенном меньше чем за два года строительной компании «Корветт», по оригинальному проекту, созданы все условия для комфортного пребывания малышей и проведения занятий. Помимо музыкального и спортивного залов, здесь есть бассейн из-за студия, компьютерный класс, кабинеты психолога и логопеда. Губернатор высоко оценил наработки дошкольного учреждения, которые послужат развитию технического творчества у детей. При поддержке областного правительства с 2014 года в компьютерно-игровом комплексе открыта «Лего-студия» и созданы условия для обучения детей основам робототехники в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа». Вот вопрос, связанный с подготовкой инженерных кадров, он витал давно. И, к счастью, нынешний губернатор к этому отношение имеет постольку-поскольку. Дело все в том, почему мы вдруг решили заняться этой проблемой. Два года назад мы вручали, помнишь, медалистам в Доме молодежи. Они задавали вопрос. Я им задавал вопрос. Кстати, молодой человек или девушка, закончили школу с золотой медалью. Я спрашиваю, куда учиться пойдет. Решили? Они говорят, нет. Ну, то есть, это говорит о том, что отсутствие должной профориентации. И все-таки, понимаете, нужна профориентация. Совсем не обязательно должны все стать инженерами. Нет. В коем случае. Ваша задача, вот уже на этом этапе отслеживать, делать свои заметки, то, к чему у ребенка есть. Склонность. Да, склонность. Наклонность. И после этого уже, конечно, задача преподавателей в школах уже более серьезно заниматься профориентацией. Здесь, вы тоже знаете, кашу маслом не испортишь, но пересолить можно. Здесь нужно, вот, и поэтому, вот, тогда как раз мы приняли решение сделать эту программу врач-инженерная школа, которая будет, в общем-то, одним из элементов программы. Это вот наполнение дошкольных образовательных учреждений подобными классами, подобной методической литературой, подобными специалистами, чтобы мы на этом этапе уже к школе детишек готовили. Евгений Койвышев посетил детский сад в часы, когда у малышей был послеобеденный сон. За столами в легостудии не дети, а педагоги. Здесь и Нина Мертвищева, участник Всероссийского конкурса «Воспитатель года», и Олег Скотников, абсолютный победитель конкурса «Воспитатель России» 2013 года. Опытного Уральского детского сада «Жемчужина» надо тиражировать на другие территории Свердловской области. Здесь дети получают всестороннее развитие и уже с малых лет могут выбирать ту сферу деятельности, которая их привлекает. Впечатлениями о «Жемчужине» Евгений Койвышев поделился и с новоуральскими депутатами. Уникальный детский садик. Я вам скажу честно, лучшего детского садика у нас, пожалуй, пока я еще не видел. Поэтому это действительно заслуга. Мы сделали действительно, когда мы работаем вместе, когда мы не перетягиваем одеяло на себя, не говорим, кто тут главнее, а когда получаются вот такие уникальные объекты. А главнее в этом случае главное – это наши земляки, люди. С новоуральскими парламентариями губернатор пообщался в конце визита. А сразу после детского сада Евгений Койвышев и Владимир Машков посетили площадку малоэтажного строительства в Южном районе. А после официальные лица отправились в городскую администрацию. Вопросы строительства жилья в муниципалитете глава региона обсудил на личной встрече с главой округа Владимиром Машковым. Я доложил в целом о ситуации в Нуральском городском округе, о тех проектах, которые мы уже реализуем и еще собираемся реализовать. Ну и, конечно, попросил поддержку, в том числе и финансовую, в частности, по увеличению объема строительства малоэтажного жилья. У нас сегодня очень серьезные проекты, даже в городской черте, не менее 100 тысяч, так сказать, мы можем построить малоэтажки. Но тот хороший проект трубы на метры, мы участвовали и выиграли уже 80 миллионов, когда область дает деньги на инфраструктуру, тогда уменьшается цена квадратного метра. Он посмотрел, сказал сегодня, я увидел все, значит, я понял, в Нуральске можно и дальше деньги давать, потому что они здесь осваиваются. И дело в том, что еще и хорошая, мощная такая строительная база и база стоиндустрии, и самое главное, квалифицированные кадры строителей, которые готовы выполнять и выполняют сегодня, и глядя на садик, так сказать, на малоэтажное строительство, на многоэтажные дома, так сказать, готовы выполнить любые проекты, любые, так сказать. Поэтому все в этом плане в городе есть, и область будет в этом плане помогать. И уже, значит, речь шла о конкретных суммах, он буквально сказал, готов письма, я их подпишу из резервного фонда, дополнительные средства на городу, на инфраструктурные проекты будут выделены. Значит, еще ряд проектов я ему рассказал о реконструкции центрального стадиона. Значит, он тут же дал указание министру, так сказать, энную сумму кресел после реконструкции центрального стадиона в Екатеринбурге, а их недавно только ставили передать городу Нуральску, и там ряд других, значит, другого перечня технологического оборудования. Значит, я ему доложил о проекте создания лыжно-биатлонного комплекса на базе Зеленого мыса. Значит, он также все эти материалы забрал и тут же дал указание референту подготовить совещание по этому вопросу. Евгений Куйвышев высоко оценил работу руководства Новоуральска по развитию муниципалитета и обозначил задачи на будущее. Наш город имеет все предпосылки для устойчивого развития территории, реализации инвестиционных проектов, в том числе создания индустриальных парков, выполнения планов по строительству жилья и социальных объектов. Об этом шла речь и на встрече губернатора Евгения Куйвышева с депутатами городской думы. За активную работу в участии в областных программах. Серьезные деньги получаете, будете получать. И сегодня мы несколько моментов, попозже вам глава там расскажет, тоже решили и будем решать. Там, где команда управленческая живет в мире согласия с водообразующим предприятием, когда есть мир и согласие между исполнительным и представительным органами, тогда и нам есть смысл помогать. К сожалению, у нас в области есть муниципалитеты, где нет такого согласия, как Новоуральский. Вы прекрасно все знаете и прекрасно знаете, как там сейчас обстоят дела. Глава региона рассказал о пилотном проекте «Ласточка», который прошел первое испытание. Назначением Екатеринбург-Верхотурье «Ласточка» проехала за 2 часа 55 минут с остановкой Верхневенский. Если все получится, сказал губернатор, то электропоезд «Ласточка» будет ходить до аэропорта Кольцова. Говорил глава региона о выставке Иннопром. В этом году впервые Китай выступит страной-партнером. Также Евгений Куйвышев говорил о промышленности в Свердловской области, о сельском хозяйстве, что удалось увеличить урожай 2014 года на 5% и о многом другом. После вступительного слова главы региона депутаты задавали вопросы, касающиеся не только развития нашего города. Звучали и социально значимые темы. Это было закрытое обсуждение. Новоуральская обещательная кампания, дождавшись окончания совещания, пообщалась с депутатами лично. Очень полезная встреча. Для меня, по крайней мере, я думаю, моим коллегам тоже на большую пользу пойдет. Но я задавал интересный очень вопрос. То, что сегодня губернатор наш является, как он заявил, двигателем, да, не автором, а двигателем проекта инженерная школа 21 века или Уральская инженерная школа. У нас в городе имеется два лицея, станция юных техников. И я как раз ему сказал о том, что станция юных техников является первой базовой площадкой по робототехнике. То есть это инженерная школа, реалия. И с учетом накопленного опыта, с учетом того, что наши педагоги готовы работать, предприятия готовы работать, мы, кстати, я тоже подчеркнул, получили несколько грантов от Росатома Уральского электрохимического комбината в этом направлении и готовы быть базовой площадкой в этом направлении у нас в городе Новоуральске. Что-то обещал губернатор? Ну, он ничего не пообещал, сказал, да, интересно, мы посмотрим. Я думаю, что реалии должны быть. Второй вопрос задавал, не то что вопрос, просьбу. То, что у нас до сегодняшнего дня не переданы наши межпоселенческие дороги на содержание областного правительства. Ну, вот тут, надеюсь, что это произойдет, может быть, в этом году. Ситуация у нас непростая по спайсам, и это всем известно. Дело в том, что область сегодня закупает анализаторы для выявления спайсов. Это такие специальные приборы, они появились совсем недавно, которые способны выявлять спайсы, чего раньше не было вообще возможно сделать. Я разговаривала с главным Мерковым в Саровской области, с Рожниковым. Он сказал, что они закупают эти приборы на всю область, там порядка 50 или 60 этих анализаторов, но в Уральске в этом списке нет. Что, конечно, в общем, огорчительно. И поэтому я попросила губернатора вмешаться в эту ситуацию и все-таки посодействовать тому, чтобы в Новуральске такой анализатор тоже был приобретен. По медицинскому свидетельству, я лиц, с признаками алкоголя, которые за рулем, да, у нас, значит, задержала наша милиция, этот данный вопрос для губернатора, он впервые его услышал. Он так и сказал, я не знал этой темы, но он пообещал, что разберется и окажет какую-то помощь, потому что на сегодня воздействие свидетельствует Кировград, это же, ну, просто, для него это было новое. Ну, что, вот, мое впечатление о встрече с губернатором, а я с ним уже второй раз, вы знаете, что он мне вручал этот знак заслуженного работника. Вот что, он совершенно правильно сказал, мы все работаем, и, значит, губернатор, и правительство Стерловской области, и законодательное собрание, и депутаты, и местная власть, администрация, мы все работаем для человека, и во благо человека. И что мне еще симпатично было, как председатель комиссии по социальной политике, то, что вот это, ну, приятно было слышать, что, несмотря на все проблемы, на все трудности, во главе мы ставим человека, во главе мы ставим его проблемы, может быть, даже мы допустим такую, что вот мы, ну, не то, что попустимся, но где-то вот мы немножко придержим строительство дорог и так далее, но строительство детских садиков, строительство школ, образование, культура, вот эти моменты, конечно, они должны стоять у нас на первом плане. Состоялся открытый разговор, прямой, открытый, откровенный, и поэтому, вот, конечно, такое впечатление, чисто человеческое, очень благоприятное. А мне удалось задать вопрос по детской оздоровительной компании в части организации поездок детей на море. На море в этом году мы планируем отправить детей в город Евпаторию, в санаторий «Чайка», с которым мы работали уже несколько лет, и считаем, что все-таки Евпатория – это детский курорт, самый лучший курорт. Значит, если с санаторием нам удалось договориться по нормальным приемлемым ценам, то, к сожалению, заявка в Уральские авиалинии на сегодня нам предъявили стоимость детского билета туда и обратно 30 тысяч. Проведя переговоры в течение нескольких дней, нам удалось снизить цену до 22 тысяч, но это тоже дорого, это все-таки детский билет. Учитывая, что мы оплачиваем сегодня сумму до 1 апреля в полном объеме, я задала вопрос Евгению Владимировичу, возможно ли встретиться с руководителем Уральских авиалиний для того, чтобы все-таки решить эту проблему, чтобы детские группы билетов, стоимость билета, учитывая, что мы заранее заказываем и заранее оплачиваем, были значительно ниже. Если это удастся, то будет хорошо. Меня как руководителя крупного агрохолдинга очень беспокоил вопрос работы наших госбанков, таких как Россельхозбанк, так как наше предприятие тоже, мы уже полтора года сотрудничаем с этим банком, но в связи с новыми условиями экономическими банки, во-первых, подняли процентную ставку, во-вторых, просто остановили кредитование сельхозпроизводителей. И на той неделе губернатор встречался с банкирами, мы об этом знали сельхозпроизводители, нам было об этом, обо всем рассказано, министром сельского хозяйства. Вот и я впрямую сейчас задал министру вопрос, ой, министр, прошу прощения, губернатору, он сказал, что переговоры в жесткой форме с банкирами были проведены, и что сельхозпредприятия начнут кредитовать буквально с середины февраля. Все вопросы, которые мы сегодня задавали губернатору, он полностью их воспринял, более того, откликнулся, более того, дал уже указание или немедленно выделить средства, так сказать, или провести соответствующее совещание, разобраться, так сказать. Просто увидел, что Новоуральск работает, работает квалифицированно, качественно, вот, и вот просто уехал с очень хорошим настроением, значит, и готов вместе, естественно, с городом, с администрацией, с руководством, со специалистами города, вот, и в целом сказал просто огромное спасибо горожанам. Была встреча с депутатами, и он в нашем лице, в лице руководства города, депутатского корпуса, просто передал низкий поклон Новоуральцам за все, что мы делали до этого и делаем сейчас. В заключительном слове я поблагодарил губернатора за визит и высказал одну единственную просьбу – ставьте задачи и дайте работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин